Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня я хочу проверить качество сосисек в нашем магазине. Я взяла сосиски высшего сорта, также одни сосиски я взяла первого сорта, сосиски по ГОСТу и сосиски по ТУ. И хочу проверить их качество, как они будут себя вести в варке, и как они будут себя вести по отношению к крахмалу. Итак, давайте начнем проверять. Сейчас я вас познакомлю с ассортиментом сосисок, которых я купила. Сосиски я разложила по убывающей, от самых дорогих сосисек до самых дешевых. В основном у меня здесь сосиски высшего сорта и один экземпляр первого сорта. Ну, давайте посмотрим. Итак, первые сосиски у меня молочные. Первые сосиски у меня фабрики или фирмы ФАРО. Это по государственному стандарту, то есть по ГОСТу. Цена за килограмм 194,90. Сосиски молочные. Вот они так выглядят. Молочные сосиски высшего сорта. Второй экземпляр подешевле. 144,90 за килограмм. Это сосиски детские высшего сорта. Белорусские традиции. Это сосиски изготовлены по ГОСТу. И здесь на этикетке написан состав. Для покупателя это очень удобно. Можно посмотреть. Вот они какие. Сосиски высшего сорта. Детские. Следующие сосиски. Три коровки. Эти сосиски сделаны по техническим условиям. Состав этих сосисок можно увидеть тоже на этой этикетке. Можете почитать, ознакомиться. Кому интересно. Стоят они 142 гривны 90 копеек за килограмм. Вот так они выглядят. Они меньше по размеру. Написано. Мамы доверяют. У мамы есть доверие к этим сосискам. Четвертый экземпляр. Это у меня сосиски молочные. Фирмы Варте. Они тоже высшего сорта. И сделаны по ГОСТу. Но, к сожалению, на этикетке не написано состав этих сосисек. Да, забыла сказать. Килограмм таких сосисек со скидкой 129,90 за килограмм. Ну и последние сосиски, которые я купила для исследования, так скажем. Это сосиски Кроха. Первый сорт. Это колбасный ряд изготовитель. Эти сосиски сделаны по техническим условиям. Тем не менее, здесь написано состав этих сосисок. Так что можете посмотреть, почитать. Вот, кстати, в этих сосисках написано, что они использовали крахмал. Но проверим, так ли уж хороши наши сосиски высшего сорта. Есть ли у них крахмал. Ну и посмотрим все остальное качество. Итак, эти сосиски стоят 112 гривен 60 копеек за килограмм. То есть, они на самом деле, хотя и первый сорт, но не такие уж и дешевые. Так, давайте откроем, посмотрим, какие они. Вот такие сосиски Кроха. Действительно, они вот такие вот маленькие. Наверное, рассчитаны на небольших детей. Но не знаю, стоит ли сосиски давать детям. Итак, это те сосиски, которые будем мы сегодня проверять. Вот такие 5 экземпляров. Сейчас мы их проверим. И начнем с самого простого. Будем проверять на наличие в них крахмала. Один экземпляр, который вот первого сорта Кроха. Здесь производитель указал, что здесь есть крахмал. Итак, посмотрим. Первые сосиски молочные высшего сорта. Фабрики Фаро. Какие внутри эти сосиски. Сейчас мы подготовим все сосиски. И потом будем проверять уже на крахмал. Следующие вот детские сосиски. Сейчас мы их тоже откроем. Вот такие они на вид. Тоже отрежу я кусочек. Вот смотрите, какой у них состав. По-моему, они очень однородные. Но тем не менее, посмотрим дальше. Так, наш кусочек сюда положим. Следующие сосиски Кроха, которые доверяют мамы. Вот такие они совсем белые. Наверное, красителя в нем меньше. В этих сосисках. Наверное, красителя в этих сосисках меньше. Они белые совсем на вид. Ну и, в общем, отрежем. Вот такие они внутри. Следующая фирма Варта. Молочная высшего сорта. Такие светлые. Смотрите, какой здесь фарш. Тоже, по-моему, не очень такой однородный. Сосиски первого сорта Кроха. Какой-то специфический запах. В них положили много специй. Так что, специи чувствуются очень сильно. Вот такие они на вид. Сейчас я отрежу кусочек. Так, видите, какие они? Они вроде как и однородные, светленькие. Теперь я возьму йод. И йодом просто накапаю на вот этот срез. Ну и так посмотрим. Молочные сосиски Фаро. Видите, они не посинели. Поэтому, предполагаем, что крахмала в них нет. Молочные сосиски фирмы Варта. Здесь тоже синевы не наблюдается. Значит, крахмала нет. Следующие сосиски. Сосиски детские. Следующие сосиски. Сосиски детские. В них тоже ничего не посинело. Крахмала нет. Мамы доверяют этим сосискам. Так, здесь тоже крахмала нет. Ну и сосиски, которых производитель заранее заявил, что здесь есть крахмал. Это сосиски Кроха первого сорта. Действительно, на срезе мы видим вот такую вот синеву. Значит, крахмал в них есть. Итак, следующий этап. Это проверим наличие мяса в этих сосисках. Начнем с молочных. Фаро. Все. Мы сейчас порежем кусочки небольшие. Вот достаточно три кусочка, я думаю. И опустим в стаканчик с водой. Вот. Вот видите. В стакане сосиски опустились на дно. То есть, действительно, мясо в этих сосисках есть. Сосиски сверху воды не плавают. Все они на дне. Следующие молочные сосиски фирмы Варта. Делаю то же самое. Так, смотрим. Также мясо есть. Больше так в домашних условиях не определить, что там еще, кроме мяса. Но мясо есть в наявности. Если бы там не было мяса, были бы какие-то добавки пищевые. Они бы просто сверху плавали. Так, следующее это детские сосиски. Тоже отрезаем. И опускаем в стаканчик. Итак, смотрим. Это сосиски детские. Белорусские традиции. Уже видно, что они все утонули. И сверху ничего не плавает. Значит, здесь тоже есть мясо. Что у нас с коровками. Коровки у нас тоже здесь на дне. Этот тест они прошли. Ну и последние это у нас остались крохи. Крохо по техническим условиям сделаны. Первый сорт отрезаем. В составе заявлено мясо. Проверяем. Ну и как видите, в этих сосисках кроха первого сорта. В нем есть тоже мясо. Производитель так и заявляет. То есть, этому производителю можно верить. Если он говорит, что есть крахмал, значит крахмал есть. Если он говорит, что есть мясо, значит есть мясо. Но насколько много здесь этого мяса, мы в домашних условиях определить не можем. Но тем не менее, это тоже сосиски, хотя и первого сорта. Но мне кажется, что их тоже можно покупать. Потому что они как бы мясные. И они не очень дешево стоят. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова